Теперь подробности. В ночь с субботы на воскресенье Новосибирская область переходит в другой часовой пояс. Разница с московским временем будет составлять 4 часа. 24 июля стрелки нужно будет перевести на один час вперед. Ровно настолько же позже теперь будет вставать и заходить солнце. Как еще изменятся будни и выходные новосибирцев? И кто начал устанавливать новое время заранее? Об этом Лидия Захарова. В ближайшее воскресенье новосибирцы проснутся в новом часовом поясе. В 2 часа ночи стрелки часов мы переводим на час вперед. Аэропорт Толмачева уже сообщил о том, что изменится расписание рейсов. Его советуют уточнять по телефону справочной службы. На железнодорожном вокзале к переходу на новое время тоже готовы. Процедуру помнят еще с тех пор, как стрелки переводили два раза в год. Информация об этом на сегодняшний день уже размещена на информационных стендах для пассажиров. И, разумеется, в день перевода часов мы будем осуществлять объявления о громкоговорящей связи вокзала для того, чтобы ни один из наших пассажиров не опоздал на свой пояс. Вручную придется менять время не только наручных и настенных хронометров, но и тех, что в компьютере. Для этого в настройках нужно выбрать часовой пояс плюс 7. А вот в большинстве мобильников новое время установится автоматически. Телефоны мобильные у нас синхронизуются по времени либо через GPS-приемник, либо через сотовую связь предоставляемых услуг. Но чаще всего по умолчанию стоит сотовая связь, поэтому должна сама сотовая связь позаботиться переводить времени. Естественно, у нас все должно автоматом перевестись. Стоило или нет вообще затевать всю эту чехарду со временем, об этом спорят до сих пор. Те, кто за, мечтают о светлых летних вечерах. Те, кто против, не хотят зимой ехать на работу затемно. Александр Толстиков изучает время в НИИ-метрологии. Считает, что стрелки лучше не трогать. Сейчас наше время максимально приближено к астрономическому. Я считаю, что это можно регулировать всегда началом рабочего дня. Начинать работу не с 8, не с 9 часов, а с 7 и с 8 ночи. И того же самого эффекта можно добиться. И не трогать вот это вот время. Наши соседи-тамичи перешли на четырехчасовую разницу с Москвой в мае этого года. Впечатления разные. Ну, сейчас уже привыкла. Сначала, конечно, было тяжеловато вставать. С ребенком больше получается. День больше, длинче стал. Теперь темнеет не очень быстро. Вот это плюс, наверное. Скорее всего. Я думаю, это к лучшему. Да я ночью плохо сплю. Так что, без разницы. Среди новосибирцев первыми переводить стрелки начали сотрудники часовых магазинов. Учитывая большой ассортимент, дело это не быстрое. Но послезавтра все циферблаты должны показывать точное время. У нас есть часть часов с кварцем механизма, который потребует корректировки на час вперед. И мы это уже начинаем делать, чтобы в воскресенье они уже стояли как положено. До 58-го года Новосибирск вообще жил в двух часовых поясах. Правый берег в одном, левый в другом. И часы нужно было переводить после каждой переправы. Споры о том, стоит ли Новосибирску переходить в другой часовой пояс, заняли месяцы. Сам перевод часов занимает пару минут. Ну а жить с последствиями этого шага нам предстоит долгие годы. Как перевод времени повлияет на нашу жизнь, почувствуем уже совсем скоро. Лидия Захарова, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск. Новости здесь, Новосибирск.